Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам материал прямого эфира, программы, которая вышла вчера. И напомню вам, что каждое второе воскресенье месяца мы встречаемся в программе Zoom. Присоединяйтесь. Процедура очень проста. Не пугайтесь компьютерных трудностей. Извините за некоторые неловкости в эфире. Здесь ваш Виктор Кравец. Мы свиделись сегодня по замечательному поводу. Поговорим об Осипе Мандельштаме. На самом деле на моём канале можно видеть несколько видео о нём. Одно, по-моему, сильнее, другое слабее. Там есть разговор о... Присутствует разговор о Мандельштаме-европейце. Мандельштаме, который всегда тяготел к европеизму. Тут много вопросов, больше вопросов, чем ответов, но так или иначе, меня очень радует, что появилась немало тем для разговора о стихотворении Реймс Кёльн Лаон. Стихотворение, которое имеет несколько вариантов, и оно выглядит достаточно загадочным, потому что упоминаемый здесь Кёльнский собор воспринимается как некая живая сущность, которая отвечает на гнусности людей, гнусности человечества своим колокольным звоном, которым слышится обвинение. Что сделал ты со старшим братом? Это разговор как бы соборов между собой, но при этом некий голос, обвиняющий человека, возвышаемый собором, как творением рук человека. То есть вот таков Мандельштам. Таков Мандельштам. Для него плоть культуры, говорящая плоть культуры, ответственна за своего Создателя. И это можно перенести на все виды метафизики. То есть в Мандельштаме способность оживления камня, вы помните, язык булыжника, мне голубя понятней. Для Мандельштама предметный мир вовсе не молчун и вовсе не некая закрытая сущность, а разговаривающий предметный мир разговаривает именно с Мандельштамом. Он старается передать голос предметного мира для нас, внятными нам средствами. Не в этом ли и суть акмиизма? На самом деле, один ученый очень островно заметил, что Мандельштам действует как настоящий хасид. Вы знаете, что мистика хасидизма, каббала, связанная с хасидизмом, говорит о том, что надо бы насобирать искры всех вещей с тем, чтобы, проведя их через свое «я», вернуть первоисточник, то есть высший мир. Поэтому я бы сказал, что при некой мудренности и надуманности этой теории, ибо Мандельштам и шире, и выше любого доступного или отпечатанного, запечатленного религиозного опыта, то есть его опыт несколько иной и выше, все-таки здравый смысл здесь есть. Мандельштам поднимает вещь до горнего мира. Мы в прошлый раз говорили об Ахматовой, и стихотворение, обращенное к ней в полубороту, печаль, это стихотворение, в котором играет особую роль не столько облик Ахматовой, сколько предметный и сущностный для нее мир. Неоклассическая шаль, знаменитая, ахматовская. Вот эта шаль становится как бы связью, пуповиной между Ахматовой жизнью, плотью, живым человеком и задачей акмиизма. Вот некая сбруя, некая узда, которая объединяет живую плоть и возможность быстрого движения, полета. Конский топот слышится во многих стихах Мандельштама, и это тоже, знаете ли, утративший или потерявший подкову. Образ Мандельштама очень влиятельный, важный. Вот подкова – знак быстрого движения, знак голопа. Поэтому подкова сохраняет в себе все возможности быстрой езды, даже когда она потеряна, утрачена. Мандельштам определяет в этом же тексте себя как монету, которую срезает время, и говорит, что ему не хватает уже себя самого. Монета на аверсе и реверсе, которые два изображения, передают, может быть, сущность причастности поэта миру. С другой стороны, эта монета срезана. Она отпала от некоего единого первоначального бруска, от которого ее отъяли, отняли, отрубили, и дальше чеканят. Вот Мандельштам чувствует себя частью вечного мира. И оттого сущность этминистра мне представляет себе на этом поднятии вещей, предметов до возвышенного модуса, статуса. Я заговорил в своем видео о киевском Мандельштаме. Кто успел его посмотреть? Миша, успел посмотреть? Да, да, послушали, очень здорово. Да? Прекрасно. Успел посмотреть, Михаил? Нет, еще не успел. Ну вот, все впереди. Посмотрю обязательно. Непременно. Дело в том, что Михаил мой киевский, детский, родной человек, друг. Вот. И поэтому так радостно, что есть возможность поговорить, увидеться непосредственно. Да. Мандельштам и Киев. На самом деле, я не должен, наверное, отчитываться, но все-таки скажу, что для меня было очень важно в детстве, в юности, ну, в общем, я с малолетства любил и знал Мандельштам. Миша не даст соврать. Я все время твердил его стихи, вот, и мучил окружающих его интонациями. Так вот, с малолетства мне было важно, что Мандельштам именно в Киеве, обрел некий новый голос. И произошло это в совершенно определенный день и час. 1 мая 1919 года. Мандельштам, удравший, в сущности, из революционных городов в непонятно какой Киев, в общем, хлебный город в ту пору, нашел здесь много понимающих людей. Среди них двух замечательных поэтов, Владимира Николаевича Маковейского и Бенедикта Константиновича Лившица. Оба блистательные мастера слова, оба неоклассицисты, стремящиеся как бы вернуться к истокам, к античным истокам поэзии как таковой, но при этом авангардисты. Скажем, Лившиц даже очень активно участвовал в самых левых сборниках поэтических, футуристических и приятельствовал с Бурлюковым, знаком был хорошо с Хлебниковым, не отвергнут им. И Маковейский несколько иной, но на самом деле тоже в немного авангардного. Словом, Монштам обретает понимающих людей в лице Лившица и Маковейского. Но 1 мая, на дне рождения литератора и театроведа Александра Радеевича, происходит первое знакомство с Надеждой Хазиной. Вот с той самой Надеждой Хазиной, 130-летие которой недавно отгремело, в Москве были большие мероприятия с этим связаны, в Киеве открыли мемориальную доску, посвященную первой встрече Хазины и Монштама. И эта доска очень здорово вписалась в антураж Бессарабской площади рыночной. На самом деле, сверхважное событие. Монштам обретает среди мужей поэтов некую жену всепонимающую, которая очень ценит сборник камень, маленький болотный сборник, болотного цвета сборника, которому Испомич говорил, что трудно на самом деле букинисту избавиться от этого болотного камня почти как камни из печенки. Как человеку камни из печенки трудно изъять. Поэтому, на самом деле, все-таки очень ценим он был в Киеве, и это его согревало. В Киев он попал из Харькова, привез из Харькова Монштама в Киев замечательный тоже поэт и ближайший друг Хлебникова Григорий Николаевич Петников. На нем особый разговор, я непременно расскажу о нем подробнее, это один из приоритетов моих филологических. В любом случае, в Киеве Мадлештам поселился в гостинице «Континенталь», одной из самых роскошных гостиниц, и все говорят, что по недоразумению, потому что он не был чиновником советским. А Петников просто настоял о том, что перед вами, товарищи, выдающийся поэт, и он крайне важен для социального развития, и крайне важен для нашего общества и так далее. Словом, он же там поселился в гостинице «Континенталь», в подвале которой находилось кафе, артистическое кафе «Хлам». Выразительное название, аббревиатура «Художники, литераторы, артисты, музыканты». Вот там собирались в этом хламе, собирались все те, кто был так дорог и кто был так важен для Мадлештама. Там оказалась и Хазина, там оказался и Маковейский. И вот тогда-то Мадлештам написал свою знаменитую «Черепаху». «На каменных отрогах пиереи водили музы, первые хороводы». Стихи эти не давались ему с легкостью, но они изнутри легки, они изнутри свободны и совершенно независимо ни от каких поэтик, традиций и другое. Это живой голос современного эллиниста. Человек, который любит все медитеранское, все настоянное на зеленой воде Средиземного моря. И оттого там все так живо, в этой черепахе. И сама по себе черепаха, вот она еще живая и на солнышке греет свой золотой живот. А вот ее уже Терпандер превращает в музыкальный инструмент, первую лиру, лиру поэтическую. В скобках замечу, что Мадлештам очень ругали некоторые за образ Терпандера, человека, который сделал первую лиру, поскольку по общему мнению, по греческой мифологии, не человек вовсе, а Бог, Гермес создал эту самую лиру. Но Мадлештам говорит, ну что ж этот Гермей, что бы нам дал этот ваш Гермес? Вот то, что человек создал лиру, это здорово. Так он отвечал, скажем, Ирине Адольевской при ее замечании на эту тему. И черепаха стала свадебным гимном Осипа Мадлештама и Надежды Хазиной. В другой кофейне, в другом артистическом кафе на Софиевской улице, потому так и называется улица, что она ведет с Крещачика из нижнего города наверх Софии Киевской, вот там произошел этот замечательный брак, ну собственно сговор, ну собственно обручение без обручения. Владимир Николаевич Маковейский, сын профессора Киевской Духовной Академии Николы Корненовича Маковейского, провел все это действие, и таким образом сошлись эти два человека очень-очень плотно. Дальше их жизнь развела надолго, и Мадлештам в очень быстром времени уехал в Крым. На самом деле мыслилось так, что он будет под крылом Волошина. Не все получилось, ему пришлось побывать и в белой контрразведке, и Волошин его оттуда извлекал с боями. Много было трудностей при переезде, разумеется, в Крым, а Хазина оставалась в Киеве. И вот в самое последнее время в связи с юбилеем Надежды Хазиной извлекли, наконец, из московских закашников, из архивов, из Гали-Иргали записки или вот такие послания Надежды Хазиной из Киева в Крым Мадлештаму. И очень выразительные, очень выразительные. Надежда Яковлевна описывает Мадлештаму положение вещей в городе, как все ухудшающееся. И как бы говорит ему, не стоит приезжать, Осип, не возвращайся в Киев. И в самом деле удивительным образом Мадлештам внимает этому совету. Дальше путь его лежит через Кавказ, в меньшевистскую Грузию. Спустя много времени они воссоединяются. И реальный брак, настоящий, официальный, чиновничий, заключен только в 1921 году. Словом, вот киевский Мадлештам. Я бы сказал так, что очерк Мадлештама о Киеве 20-х годов, он передает всю нежность поэта города. И действительно, столь дивные краски использовал здесь Мадлештам для того, чтобы написать портрет города, который, в общем, был уже в клинической смерти. Эти 14 переворотов, смены властей и прочее, убийства, ЧК и так далее. Все это запечатлелось, ну, как бы на фоне очерка, который уже победный, громогласный такой, бетховеновский, отдых радости. Город возрожден, в городе все живо. И вот триединым, триединым русско-еврейско-украинским дыханием живет великий город над Днепром. Вот так. И, наконец, третья важная здесь тема. Это стихотворение 1937 года, как по улицам Киева Вия. Это стихотворение исключительно значимое для позднего Мадлештамма, потому что он пролагает путь к наиболее, может быть, профетическим его сочинениям о будущей войне, о будущности человечества. Очень серьезная здесь тема. Но начинается все как бы 20 лет спустя. Киев 19-го года, вот здесь в стихотворении, как по улицам Киева Вия, вновь оживает сознание Мадлештамма и становится эмблемой. Здесь он просто барочный, эмблематический автор. Для него Киев 19-го года – это эмблема сочетания несочетаемого. Торжества искусств, торжества духа. Ведь, в самом деле, в городе в это время и Бронислава Нежинская, и Александр Экстер, и Исаак Рабинович, да, и все московские элитные авторы, писатели, художники, музыканты. И вот Асмус, и Лев Шестов, и кто только не был в это время в Киеве. Вот дух города возвышенный, с одной стороны, с другой, насилие, чинимое со времени ухода немцев из Киева, кем попало? От Банды Зеленого через Красных и Белых до, скажем, остатков, недобитых остатков Махнов. То есть, на самом деле, город оказывается в положении, о котором хорошо писал Михаил Булгаков, да. Мы запомнили только взрыв цепного моста через Днепр, да, и это была последняя акция, это делали поляки. Поляки, ушедшие, уходящие уже, выбитые из города, напоследок взорвали цепной мост, знаменитый киевский. Вот мы запомнили только это, последний акт драмы. Но и как Булгаков Матлештан переживал судьбу Киева как сверхтрагедию. Оттого 37-й год, год совершенно определенный, определенный и не требующий изъяснений пространных, что происходило тогда, знает каждый, связан с эмблемой Киева 19-го года. Как по улицам Киева Вия ищет мужа, не знаю чья жинка, и на щеки ее восковые, ни одна не скатилась слезинка. Не гадает цыганочки кралям, не играет в купеческом скрипке, на крещатике лошади пали, пахнут смертью господские липки. Уходили с последним трамваем прямо за город красноармейцы, и шинель прокричала сырая, «Мы вернемся еще, разумеете». Стихотворения полно пророческих таких интонаций, которые теперь, спустя 20 лет, практически воплощаются. И вот это возвращение красноармейцев, вы заметили, да, «Мы вернемся еще», это сказано как бы вполне по-русски, а вот «разумеете» – это превращенный украинизм, «разумеете». Да и само слово «вих», «Киев-вих» дает понять, что речь идет о некой гуглевской чертовщине, которая возьмет верх, как бы с ней не обращаться, какими бы заговорами ее не одолевать, не получится. И не будем забывать, что украинское слово, которое определяет войско, именно «вийско», «вийско». То есть, на самом деле, все здесь связано и с ситуацией 19-го года в данностях, в реальностях, в событиях, но и с гулом языка. Не случайно Мадлештам говорил, что поэт растет из языка. В его случае, из украинского языка тоже. Что сказать? Мадлештамовский Киев, я думаю, нам только предстоит, потому что пока что ведутся баталии всяческие. В Киеве есть один знаток Мадлештамовских текстов и довольно успешный. Достаточно любопытные исследования его перу принадлежат, но они постоянно подлежат или подвергаются серьезной критике со стороны лучшего, может быть, Мадлештамоведа современного, Леонида Кациса. Леонид Фридович Кацис написал несколько хороших книг о, скажем, еврейской теме у Мадлештама, еврейства и христианства у Мадлештама. Обе данности крайне важны, и Мадлештам это очень трепетно и верно преподносит. Вот Кацис очень недоволен работами киевских Мадлештамоведов, которым каким-то образом удалось заполучить подлинник очерка Киев, никто не держал его в руках, никто не может увидеть там имя Маковейского, а между тем там есть удивительная строка или даже целый пассаж о почти забытом поэте, что вот последний дэнди, последний дэнди, последний дэнди с клетчатым пледом фланировал по крещатику в панические дни и изъяснялся на самом вежливом птичьем языке. Это такая характеристика Маковейского, да, дорогого стоит. Но, увы, в подлиннике, в подлиннике другое слово по отношению к Маковейскому применено, нежели в печатном варианте. В печатном варианте последний, последний киевский, киевский сноб написано, да, и в любом издании вы это найдете. В действительности, в подлиннике последний киевский дэнди, чувствуете разницу, да, сноб и дэнди? Совсем разные вещи. Словом, идут баталии, но все-таки, полагаю, значение этой третьей столицы, Москва, Питер, Киев, имеется в виду, значение будет оценено верно в конце концов. Среди прочего, если мы лучше узнаем контакты Мандельштама с Петниковым, с Маковейским, с Лившицем, то, чем занимаюсь и я, в меру силы возможностей. Ваши вопросы, милости прошу. Можно вопрос? Да, конечно, Борис. Виктор, вы говорили, что вот Мандельштам, он, естественно, многие из нас связаны с Киевом, Москвой и Питером, так или иначе. И вот Мандельштам, так сказать, видел вот гражданскую войну и вот эти революционные моменты, и он уезжал даже и потом в 37-м году он чувствовал уже наступление фашизма и прочее. Меня, я хотел бы перекинуть мостик к настоящему времени и моменту. Сейчас тоже черные тучи, мне кажется, над Киевом и Украиной. Вот я хотел узнать, видите ли ли свет в этом туннеле с Украиной, с Киевой и культурной жизнью и с русским языком, который вот сейчас ограничивается, пытаются ее в значительной степени ограничить? Дерзновенная мысль. Дерзновенная мысль. Дерзновенная мысль. Видите, мне пришлось пережить множество событий в революционном Киеве, в оранжевом Киеве. При множестве событий всегда сохранялся статус русского языка и русской культуры. И был момент, когда он был почти утрачен, когда национальные страсти ну как бы возобладали. И полагаю, что этот момент прошел. То есть вектор к улучшению я вижу. И, ну это неизбежное дело, да, поскольку, поскольку ни один город столь не важен для, может быть, для тех, кто живет в России, в Белоруссии, на Украине, как Киев. Да. Без Киева нет целостности. Нет целостности. Поэтому в самом Киеве должны возобладать эти три элемента. Еврейско-русско-украинский. Без какого-либо из этих элементов Киев не Киев. Поэтому неизбежно, неизбежно, ну как бы значение и ценность русской культуры Киева будет оценена. Да. Я убежден в этом. Но, смотрите, мне пришлось работать в наиболее идеологизированной организации в Киеве именно в те времена, когда менялась парадигма, когда менялись все всяческие ценности. И я наблюдал за тем, как действовали чиновники. Они не знали, в общем, как действовать. И выяснилось, что все-таки на поверхности самое ценное это, скажем, крымские конференции научные по от Чехова через Шмелева и к Волошину и всем волошинским приживалам, включая сюда Мадваштам и Цветаеву. То есть Крым как научное место это своего рода бесценное обитающее знание. И Таврический университет, каким он был в позднесоветское время и потом перестроечное, это было замечательное дело. Сейчас это все охереет. Но, полагаю, этому предстоит возродиться. Была замечательная конференция по авангарду. Первая, пожалуй, в Советском Союзе. Она была в Херсоне. Она была в Херсоне. Это была громадная международная конференция, очень хорошо подготовленная с участием, разумеется, очень многих московских и питерских ученых. Приехало множество людей из Америки, из Соединенных Штатов, из Канады, из Израиля и звучали блистательные доклады. Но почему Херсон? Да потому что именно там была неподалеку от Херсона находится деревушка Чернянка. А в Чернянке это была это была ну что ли вотчина графа Мордвинова. И управляющим у него работал отец братьев Бурлюков. И вот в Чернянку собирались, ну приезжали все футуристы, все авангардисты и Хлебников, и Пастернак, и Крученых. там начиналось отечествен, там начался отечественный авангард. Именно там они называли это место Гелея, скифская земля. Именно там начался русский авангард. Как бы к этому ни относиться. Если называют Давида Бурлюка украинским художником, это перегиб. Это перегиб, хотя он ценил украинские корни. И в Хлебникове были украинские корни. Что ж, по матери он украинец, вербицкий. Но при уменьшении или при увеличении того или другого элемента ведет к хаосу. Поэтому я думаю, что впереди у нас гармония. За музыкой только дело. И поэтому тут Мандельштам нас выручает. Вы спрашиваете, Борис, Мандельштам нас выручает. Он удивительным образом умеет всех примирить. Он умеет сказать нежное украинское слово о своей дорогой Наденьке. И он ее дитятка называет. Да, дитятка. Он может убаюкать. Он может уговорить, не злиться, помириться. Знаете, вот в конечном счете, ну да, я понимаю, что это прекрасно душно. Идет война. Идет война в Донецке, в Донецкой смежных областях. Поэтому льется кровь. И увы, некоторые не доживут до будущего. Например, один из моих учителей, замечательный филолог, завкафедрой русской литературы Донецкого университета Михаил Моисеевич Гиршман точно не доживет, потому что он уже помер от разрыва сердца. Если посреди Донецка рвутся бомбы, то сердце старого профессора не выдерживает. То есть жертвы есть, но неизбежна окончательная гармония. Иначе Киеву не выжить. Без русского элемента Киеву не жить. Вопросы? Спасибо. Миш, ты готов вопрос задать? Тамара, да? Ну что ты, куда мне вопрос? Тамара? Я говорю, вы оптимист. Да, большое. Нет, просто неизбежно. Это не оптимизм или пессимизм, да? Я всегда вспоминаю Маяковского в данном случае, да, с его баней, да, есть такой персонаж оптимистин кол. Да, есть что-то в национальном таком характере. Оптимистин кол. Нет, нет, есть и пессимистин кол. Но в любом случае, нет, нет, я ни то, ни другое, я просто не вижу другого выхода. Я предлагаю сегодня закончить разговор, потому что и времени у нас не так много, но последний вопрос всегда можно задать, да. Тамара, вы только про пессимизм хотели узнать, или оптимизм, или что-то еще? Нет, я не очень поняла, я перед это начало биографию, там, вернее, ну, я его, конечно, раньше читала, но что-то обратила внимание, что ему вроде как после ссылки разрешили вернуться в Москву, а потом в Москве арестовали и меня обвинили в том, что он туда приехал без разрешения. Обвинили. Да, да, вот коварные такие у нас были начальники. Коварные начальники были, да, ссылка, воронежская ссылка, время вдохновения, время написания великих стихов, да-да, там, вот это черденское место и прочее, все это, все это верно вы говорите, это был рассвет Мандельштама, это была надежда, и было предчувствие кончины, он пытался покончить с собой, вы знаете, но прыжок я в уме, он говорит, хоть это оскорбительно, поймите, есть блуд труда, и он у нас в крови, Мандельштам перечит режиму, перечит дальше, продолжает перечить, страна труда, трудовых подвигов, да, а он говорит, блуд труда, Мандельштам с его эпиграммой на Сталина, Мандельштам с его гимном Сталину, Мандельштам неуемный, несговорчивый, никакой, не проживать его, да, Мандельштам собак чеши, да, яма Мандельштама, все это он чувствует и знает, а вот окончательный разговор с Мандельштамом, да, должен быть личным, и поэтому его вызвали, и поэтому его допросили, а Мандельштам на допросе говорил, что он СР, что он действительно враг, что он сделал такие, этакие преступления, да, в конечном счете Мандельштам, Мандельштам дерзновенно поднял голос прямо перед допрашивающим энковидистом, и приговор был приговор был по факту, да, и уже никто ничего поделать не мог, да, вы спрашиваете, почему ссылка потом опять арест, ну, это не кошки-мышки, да, хотя и это тоже, но не в последнюю очередь это присматривание, он же не случайно Сталин звонил Пастернаку, что с ним мол делать с Мандельштамом, присматривая неуверенность в том, что нужно окончательно решать вопрос, тем не менее Мандельштам возможно гимном Сталину, одой Сталину, а вовсе не эпиграммой подписал приговор, тут очень хорошо Иосиф Бродский объяснил нам, что никак иначе Сталин не мог воспринимать оду как оскорбление, да, это знаменитый доклад Бродского, была конференция в Лондоне, первая большая Мандельштамовская, вот там он произнес этот блестательный доклад, Иосиф Бродский, где доказал, что ода Сталина вовсе не ода, да, ну пожалуй все, на сегодня все, очень рад был вас видеть, надеюсь всех вас увидят в следующий раз, до встречи, пока, шоу, шоу, Продолжение следует...